МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, что не говорите о празднике, который неумолимо приближается, можно назвать поистине народным. Ну вот вы, сидящий у телеэкрана, разве не имеете отношения к празднику День знаний? Разве в вашей семье никто не готовится через два дня пойти в школу? Я уверена, нет таких, кому безразлично 1 сентября. Здравствуйте, я Татьяна Усынина, и главная тема о школе и ее обязательными домашними заданиями с педагогическими советами, с двойками в журналах и модернизацией образования. Ох, как много в нашем образовании всего переплелось! И я попрошу моего гостя, начальника управления образованием Елену Викторовну Пентегову, дать мне одно занятие. Елена Викторовна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы согласны дать мне некоторые пояснения? С удовольствием! И тогда первый вопрос. Прошел ровно год, как вы в этой должности. Скажите, что успели понять? Ну, во-первых, наверное, я за этот год поняла, что у нас замечательные образовательные традиции в городе. У нас очень творческие педагоги, учителя, и у нас талантливые дети. Другое дело, что на сегодняшний день весь этот опыт и потенциал образовательный, к сожалению, через несколько лет, возможно, некому будет передать. То есть у нас существует очень серьезная кадровая проблема в городе. У нас очень мал приток молодых специалистов. В прошлом году, если мы приняли в город 10 человек молодых специалистов, в этом году к нам пришли только 6. То есть смены поколений, к сожалению, не происходят. Вот это, наверное, проблема всего города. Это не только проблема образования. То есть проживя здесь год, я думаю, что, наверное, эту ситуацию нужно менять постепенно. Скажите, а с чем все-таки связано, что притока новых молодых кадров нет именно в образовании? Ну, во-первых, конечно, когда в образование не вкладывалось столько лет, и сейчас только обратили на нас внимание, престиж профессии учителя, он падал, неумолимо падал. Здесь, наверное, сыграла роль и низкая заработная плата в то время учителей, и слабая материально-техническая оснащенность в образовательных учреждений. И то, что все равно у нас есть специфика нашего города, когда молодые люди с неохотой едут в малые города, хотя мы рядом находимся с Екатеринбургом, они пытаются остаться в больших городах на сегодняшний день. То есть это вот те проблемы, которые, наверное, касаются городов всей области. Тема вашей первой встречи с педагогами была модернизация системы образования. В общих чертах пока хочу понять, модернизация образования – это что вообще? Ну, модернизация, конечно, это целый комплекс мер, направленных на повышение качества образования в целом. Здесь нельзя говорить о каких-то отдельных направлениях. Здесь очень много задействовано различных, так скажем, направлений образовательной деятельности. Это в том числе комплекс мер включает и повышение заработной платы учителей, и улучшение условий обучения школьников. То есть здесь нельзя говорить о нем как об одной какой-то направленности. То есть это в целом улучшение материальной базы, ремонты школ и так далее. То есть это все под одним словом модернизация, да? Скажите, ну давайте тогда поговорим все-таки о заработной плате учителей. В чем здесь модернизация? То есть какие-то подвижки вот в этом направлении есть уже? Значит, в 2011 году именно по комплексу мер модернизации предполагалось повысить зарплату учителей в среднем на 30%. Этот показатель нами достигнут. В первом квартале 2011 года заработная плата учителей в среднем составляла 15 824 рубля. Скажу для сравнения, что в целом по экономике Полевского городского округа на тот момент она составляла 20 868 рублей. В результате реализации комплекса мер уже в четвертом квартале 2011 года ее размер достиг 23 854 рублей. В сравнении с первым кварталом получилось, что повышение произошло не на 30%, а на 50,7%. Хорошо. Скажите, а в этом году планируете? Да. У нас поставлена задача сохранить эти цифры плюс достичь к четвертому кварталу 2012 года уровень заработной платы для учителей до 25 тысяч. Но, когда мы были на областной конференции, это прозвучало из уст и губернатора Свердловской области, и из уст министра образования Свердловской области, что это не должна быть уравниловка. То есть средняя зарплата – это средняя заработная плата. Кто-то, кто дает результат, дает действительно качественное образование, должен и может получать и 30 тысяч, и 40 тысяч и так далее. Здесь говорят как раз представители власти об эффективном контракте, а кто-то, кто на сегодняшний день, к сожалению, не хочет работать, либо у нас есть такие моменты, не все одинаковые, все люди разные. Поэтому здесь, конечно, будет идти речь о какой-то минимальной заработной платы. Но я так понимаю, что на уровне заработной платы педагогов всегда влияла еще и квалификация? Конечно, конечно. Здесь нам тоже есть над чем работать, потому что на сегодняшний день, я просто хочу сравнить, в целом у нас по Полевскому городскому округу аттестовано 86,2% педагога, хотя по области этот показатель составляет 91%. Скажите, а как в условиях Полевского городского округа можно еще модернизировать, то есть улучшить условия обучения школьников? Ну, в целом, я считаю, что на сегодняшний день у нас проблема существует профилизации образовательных учреждений. Я говорила об этом уже на подведении итогов на Совете управления 26 июня и повторила те же самые тезисы на конференции. У ребенка в любом образовательном учреждении должен быть выбор, правильно? Для того, чтобы сегодня качественно дать ЕГЭ, получить высокий балл, ребенок должен глубоко заниматься этим предметом. Это может дать только профилизация. То есть если на сегодняшний день мы не можем ребенку обеспечить достаточно высокое качество образования, дети, соответственно, у нас уходят на подготовительные курсы, в Екатеринбург ездят, уходят в СУНЦ, ходят к репетиторам. Это неправильно. Ребенок должен получать в нашей системе образования Полевского городского округа все, что ему необходимо для качества дачи ЕГЭ в том числе и потом для поступления. У нас на сегодняшний день профильные классы существуют в шести всего образовательных учреждениях, причем большим минусом, я считаю, нашей системы образования, что при всей потребности государства, области, конкретно нашего города в инженерных кадрах, кадрах с техническим образованием, у нас только две школы готовят именно для поступления по точным предметам. Это четвертая и восьмая, все. У нас как раз есть потребность общества в подготовке людей к поступлению в ВУЗы с техническим, с технической направленностью. То есть, я так понимаю, оставшиеся четыре школы, это у нас все-таки гуманитария, по большей степени, да? Естественно, научные циклы, гуманитарные циклы они преподают, экономику. Но сейчас у нас настолько перенасыщен уже рынок данными профессиями, поэтому я ориентирую всех директоров образовательных учреждений на то, чтобы они на сегодняшний день думали о профилизации именно по точным наукам. Скажите, ну а тут с чем проблема? Не хватает педагогов или нет условий именно вот, чтобы создавать профильные классы? Вы знаете, директора объясняют это тем, что нет потребности. То есть, нет потребности, не исходит эта потребность от наших потребителей услуг, да, от родителей и от самих детей. Но здесь ведь можно и формировать политику, мы должны этим заниматься. Может быть, здесь как замкнутый круг, с одной стороны нет потребности, и мы не готовим, мы не нарабатываем материал, да? А с другой стороны, мы должны подталкивать к тому, чтобы, например, создавать эти классы, соответственно, найдутся люди, которые будут достаточно подготовлены и пойдут, да? Я думаю, дополняемость классов была бы стопроцентной. Ну, на сегодняшний день, поэтому я и нацеливаю всех руководителей с тем, чтобы работать над этим вопросом. И, конечно, здесь я считаю, что в этом году уже появится, наверное, большее количество классов именно с направленностью, которые будут готовить детей для подготовки в технические вузы. Но я так понимаю, что это классы старшего звена уже, да, идут? Да, это уже однозначно 10-11 классы. Хотя никто не запрещает и ранее этим заниматься. Элективные курсы есть, да, то есть здесь каждое образовательное учреждение решает для себя само. Это их образовательная политика, поэтому они вправе решать, сколько часов добавлять. А вот на августовской конференции молодая учительница из 4-й школы пожаловалась на плохую техническую оснащенность на уроках. В условиях дефицита средств можно ли говорить о модернизации в обучении? То есть вот именно, если мы поговорили по профильным классам, то что касаемо оснащенности уроков непосредственно самих? Ну, конечно, я соглашусь с мнением молодого специалиста, что мы еще недостаточно оснащены. Хотя на уровне области, я должна сказать, что мы очень неплохо выглядим. У нас, например, оснащение персональными компьютерами даже для тех детей, которые сегодня, это начальная школа в первую очередь, да, ну и старшие классы, оснащение компьютера 1,8 на 1 ПК, хотя средний показатель по области там свыше 8 лишних человек на 1 ПК. Поэтому мы очень неплохо выглядим в сравнении с другими. Работать есть над чем. Поэтому, я еще раз повторюсь, когда не вкладывалось в образование очень много лет, сейчас очень сложно быстро и эффективно оснастить всем образовательным учреждениям. И сразу? Да, всем и сразу. Хотя в этом году очень много, я считаю, сделано именно по оснащению рабочего места как учителя, так и учеников. У нас на сегодняшний день 12 аппаратно-программных комплексов на сумму 6 миллионов поступили в 12 образовательных учреждений, средняя численность которых более 100 человек. Кроме того, получено 25 автоматизированных рабочих мест учителей на сумму 607 тысяч, 18 комплектов спортинвентаря, ну и доступ к интернету мы обеспечили практически для всех, за исключением одного. Там нет просто технических возможностей, образовательных учреждений. Поэтому мы над этим работаем и стараемся. Скажите, а по сельским школам все эти же самые проблемы, что и по городским? Или там еще больше? Практически да. Практически да. Но там основная проблема на сегодняшний день, что, к сожалению, наполняемость классов очень низкая. Если областной показатель там порядка 14 человек в классе, то у нас это 10,2 на сегодняшний день. А распределение по комплексу мер модернизации идет таким образом, что если учреждение не показывает эффективность своей работы, то есть и норматив затрат на ребенка выше, чем в остальных, соответственно и средств ему выделяется меньше. То есть здесь одно с другим переплетается. Скажите, вот вы уже немножечко ранее говорили об эффективном контракте. Скажите, что это такое вообще? Ну, наверное, конкретно я на этот вопрос не отвечу, вот уже детально, потому что сейчас это пока в стадии разработки. Это прозвучало действительно изначально из уст президента, потом мы это услышали именно на областной педагогической конференции из уст губернатора и министра образования Свердловской области. Нам было сказано о том, что сейчас разрабатываются правовые нормативы именно индивидуального подхода к каждому учителю. Это то, о чем мы с вами говорили. То есть заработная плата учителя будет зависеть от результатов его работы. Но, как нам было объяснено, я предусхищаю ваш вопрос о том, что не пострадают ли те учителя, которые только пришли в школу, у кого недостаточно высокие результаты и так далее. Наверное, я предполагаю, и я думаю, что так должно быть, что должны учитываться все параметры, все критерии оценки работы учителя. Если, например, у него замечательный класс, талантливые дети, бывают такие, да, звездочки, в этом году у нас 39 медалистов по городу, очень талантливый выпуск был. Но на следующий год, если этого не будет, если у нее класс, ну, трудный, трудный, мы скажем, да, трудный, потому что детки разные. И так случилось, что в один набор попали дети со сложными характерами, из таких семей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, да, чем она виновата? Она не меньше тратит своего времени, да, она ходит, она работает с этими детьми, ходит с семьями, но результатов нет. У нас же только 30% по подсчетам психологов талантливых детей, да, одаренных, так скажем, остальные это 70%. Они нормальные дети, они хорошие дети, но в них гораздо больше нужно вложить, чтобы он получил там эту тройку твердую, да, или четверку, чем, например, в талантливого одаренного ребенка. Она не меньше, поэтому здесь я думаю, что эффективный контракт как раз должен учитывать вот все. А вы думаете, получится учесть все? Я надеюсь на это, я вообще верю в людей и верю в жизнь, поэтому я надеюсь, что у нас все получится. Елена Викторовна, скажите, а как вообще образование Полевского выглядит на уровне области? В целом мы выглядим неплохо, если вот в целом. Мы где-то в середине, по всем показателям. Но, в частности, мы у нас гораздо лучше ситуация, значит, по таким предметам, как, скажем, русский язык, литература. У нас очень неплохо мы выглядим на области и по России, по химии, по биологии, по истории. В средние показатели у нас по точным наукам, математика, физика. И гораздо хуже, к сожалению, ситуация у нас по результатам сдачи ЛГЭ по географии, информатике и английскому языку. Ну, иностранный язык понятно, а вот что касаемо географии? Вы знаете, причины абсолютно разные. Я общалась с педагогами, мы выясняли, обсуждали эти моменты. Ну, по географии, например, там уменьшено количество часов. Все называют это как основой причины слабой подготовки. В базисном учебном плане уменьшено количество часов по географии. Здесь, наверное, необходимо сказать, что, наверное, всем образователям учреждениям, в первую очередь руководителям, нужно задуматься о том, что у нас по иностранному языку, мы говорим сейчас о том, что он может стать третьим обязательным предметом при сдаче ЕГЭ. Поэтому вот эта ситуация очень настораживает, и я думаю, что надо ее поправлять. Скажите, иностранный в общем или какой-то конкретный иностранный язык? В общем, да. Здесь у нас гораздо меньше, конечно, детей обучаются немецкому языку, большая часть изучает английский. Но в среднем, по результатам городских контрольных работ, которые мы проводим, как контрольный срез где-то в середине учебного года, он показал, что средняя оценка 2, к сожалению, по иностранному языку в целом. Тут какова причина основная? Наверное, причин много. Итога, наверное, может быть, как я заявила на конференции, может быть, стоит учителям подумать о том, насколько они самокритично относятся к себе. Я была на подведении итогов этой контрольной работы. Учителя обсуждали причины невысоких результатов, мягко говоря. И, к сожалению, я услышала, что они причины искали в чем угодно, в ком угодно, но не в себе. Только не в себе. Поэтому, ну, об этом было сказано и на конференции, что мы умеем и можем работать, когда мы занимаемся репетиторством. Почему бы нам не привнести эту мотивацию, все замечательные свои качества именно в школу? Понятно. Скажите, а вообще много желающих было сдать иностранный язык в качестве ЕГЭ в этом году? Нет. Нет. Потому что дети боятся. Они знают о том, что они подготовлены. Те, кто вынуждены были сдавать, они сдавали. Потому что при поступлении, если, например, ребенок идет по профильности иностранного языка, он или ей просто необходим. А так добровольно никто не заявился на сдачу. Скажите, а вот для сравнения, ну, вот я не знаю, может быть, в курсе, вы не в курсе, а раньше вот как было у нас с иностранным языком? До ЕГЭ вообще по городу как было? Ведь, насколько я знаю, не было таких вот плачевных результатов, да? Да. Вы знаете, здесь, наверное, как бы мы ни относились к ЕГЭ, плохо или хорошо, он стал как раз вот внешним критерием оценки качества образования. Раньше как учитель? Сама учу, сама ставлю оценку, сама принимаю экзамен. А сейчас появилась тестовая система, которая независимо, на которую нельзя надавить, которая объективно показывает нам результаты. Поэтому я не думаю, что ситуация была хуже либо лучше. Вот мы на сегодняшний день видим эту проблему и знаем, над чем работать. У нас в этом году обновился и директорский корпус, да? И даже есть очередной мужчина среди, так скажем, женского царства. Ну, немного подробнее о молодых директорах, пожалуйста. Значит, да, действительно, у нас произошла смена директорского корпуса. Это коснулось не только образовательных, но и дошкольных образовательных учреждений. В детских садах у нас пять новых заведующих. В образовательных учреждениях у нас приступает с 1 сентября Павел Сергеевич Колобков в образовательном учреждении номер 16. Он до этого был заместителем директора. Лобанова Анна Михайловна перешла на директорство в 20-ю школу, и он ее заменил. Кроме этого, у нас сменился директор в 18-й школе. Это Тарасова Тамара Георгиевна. Она была тоже заместителем директора в школе номер 17. Ну и у нас сменился директор в селе Мраморском. Значит, там назначена Птухина Елена Николаевна. Она была учителем в данной школе и сегодня возглавила это образовательное учреждение. Кроме того, у нас прошло назначение объединенных образовательных учреждений. Так, после объединения 4-й школы и центра образования, 4-ю школу возглавил Никитин Владимир Георгиевич. И после объединения 19-й школы и 8-й, школу номер 8, возглавила Петрова Оксана Сергеевна. Все-таки теперь у 19-й и 8-й будет один директор, да? А почему решили вдруг объединить эти две школы? Это назрела очень давно ситуация. То есть у нас не было начального звена в 8-й школе. На сегодняшний день это к вопросу о преемственности и профилизации образования. Это просто вынужденная необходимость на сегодняшний день. Причем, если мы говорим об эффективности работы образовательных учреждений, здесь сократился административно-хозяйственный персонал. То есть при одном директоре сейчас гораздо больше классов, больше учителей и больше детей. В своем докладе на августовской конференции вы ставите задачу изменения кадровой политики на местах. Ну это, наверное, продолжение той темы, да? Звучит как-то устрашающе с одной стороны. Или это просто речь пойдет о структуре? Значит, конечно, сейчас каждый руководитель образовательного учреждения должен еще раз с точки зрения разумности, оптимизации процессов, посмотреть свое штатное расписание. Сейчас речь идет ведь об изменении и типах образовательных учреждений. У нас на данный момент есть только казенные и бюджетные. Некоторые образовательные учреждения уже готовы выйти на автономку, а там им придется выживать и считать деньги. Поэтому сейчас надо пытаться уже этому научиться. И если, например, у нас у одного директора 7-6 замов, я считаю, что это абсолютно неразумно. Ни к чему такое количество замов. Да, поэтому здесь идет речь как раз о сокращении административно-хозяйственного персонала. Ну и, кроме того, здесь подразумевается под формированием кадровой политики на местах именно акцент делать на то, чтобы удержать и привлечь молодых специалистов для того, чтобы кто-то сумел подхватить традиции образовательного учреждения на будущее. Потому что мы в ближайшее время столкнемся с этой проблемой, когда люди будут выходить на пенсии, а заменить их просто неким. Замечательные педагоги, которые опытные, которые дают хороший результат, им просто некому передать свой опыт. Скажите, о среднем возрасте педагогов сейчас у нас сколько? На сегодняшний день у нас более 55% составляют педагоги в возрасте от 35 до 55 лет. И более 19% старше 55 лет. То есть уже пенсионного возраста, да? Достаточно. Ну, Ирина Викторовна, последний вопрос. Скажите, что же Вы ждете от этого нового учебного года? Ну, задачи были озвучены и на конференции городской. Я жду, конечно, мы все ждем, наверное, талантливых учеников. Мы ждем хороших результатов. Мы ждем хорошего, позитивного движения вперед, чтобы образовательные учреждения на сегодняшний день определились все-таки с профильностью и направленностью, кем они станут, чтобы не быть очень средними, очень общеобразовательными. Конечно, я и жду изменений в кадровой политике. То есть хотелось бы, наверное, это проблема, которая должна решаться на уровне города, привлечение молодых кадров, их удержание на нашей территории. То есть вот, собственно говоря, те задачи, которые... Ну и результатом чего должно стать повышение качества образования, чтобы наши дети на сегодняшний день смело шли и поступали в образовательные учреждения, выбирали те узы, в которых они хотят учиться, и те профессии, которые они хотят получать. Я хочу в преддверии нового учебного года пожелать всем учителям, педагогам, родителям хороших результатов, пусть у нас все получится, ну и, конечно, здоровья, благополучия, педагогам, их семьям, ну и всем, кто каким-либо образом причастен к образованию. Спасибо, Елена Викторовна. Спасибо вам. А я напомню, что это была главная тема с начальником управления образованием Еленой Викторовной Петербурой. До свидания. С нами учебного года. Спасибо.